Ну что же, мои хорошие, сегодня разбираемся с тем, как устанавливать, удалять, обновлять программы в Debian-подобных системах, в том числе в нашей родной Ubuntu. Мы будем говорить о утилите DPKG и о родном апте. LP говорит нам, что на экзамене нам могут встретиться аж три вопроса на эту тему, а на практике это занятие вообще самое важное, потому что работать с программным обеспечением в Linux нам, конечно же, нужно. И мы не сможем этого сделать, не пройдя это занятие. Вообще говоря, мы с вами затрагиваем следующие темы. Это установка удаления и обновления программ. Затем мы будем учиться искать программы и искать те программы, от которых они зависят, и те, которые зависят от них. Более того, мы нам научимся получать полную информацию о пакетах. DPKG или Debian Package это утилита, которая у нас используется для управления программами в Debian и во всех операционных системах, которые от нее пошли, в том числе Ubuntu, Mint, Xandros и многие другие. Утилита, честно говоря, достаточно громоздкая и работать с ней не очень удобно, хотя многие могут предпочитать ее. Мы чаще будем использовать apt, о котором у нас будет следующий слайд. Пакеты в Debian у нас, значит, имеют вид в общем своем виде. Это имя, нижнее подчеркивание версия, нижнее подчеркивание архитектура, точка deb. Но это вы сейчас поглядите на практике. Сама утилита Debian Package, вы видите, имеет большое количество ключей. Проблема в том, что они, вы видите, в зависимости от регистра, имеют различные значения. Заглавная или прописная, или это абсолютно разные команды. То же самое касается остальных букв. После того, как мы сейчас с вами попробуем поуправлять пакетами при помощи Debian Package, мы должны с вами не забыть еще поглядеть на такую утилиту, как Debian Package Reconfigure. Это такая команда, которая позволяет нам заново сконфигурировать какой-то пакет. То есть, грубо говоря, это такой мастер настройки какого-то пакета поэтапный, что может быть очень удобно. Я тут, к слову сказать, обновил Ubuntu и пришлось обновлять VirtualBox. Перестали работать инструменты дополнительные, которые нам позволяют графикой работать и буфером бенно пользоваться. Но это так, к слову. Значит, D, P, K, G. И, как обычно, мы можем использовать ключ Help и посмотреть полную помощь по программе. D, P, K, G, как я и говорил, очень сложная такая низкоуровневая утилита. Мы с вами разберемся только с основными командами, которые вы только что видели в файле. Вы видите, вот они. Кстати, я, по-моему, вам не сказал, что разница между удалением и удалением через заглавную P, Porch. Удаление обычное просто удаляет пакет, Porch удаляет у нас пакет вместе с файлами конфигурации, которые могли от него остаться. То есть такое полное удаление. Кроме того, у нас, вы видите, есть ключи, которые у нас помогают работать с архивами. Используется, кроме того, огромное количество дополнительных опций. Но в самом низу у нас вот здесь написано, что если мы хотим все-таки легко управлять пакетами, нам надо пользоваться apt-ом или aptitude. То есть D, P, K, G – это такая аутскульная утилита для каких-то серьезных задач. Можем посмотреть с вами перечень установленных в системе пакетов. маленькая L или лист перечень. Ну, пакетов у нас полным-полно, так что нам просто так на них смотреть бесполезно. Можем через греб отсортировать их и посмотреть какие-то конкретные, нам сейчас неинтересны. D, P, K, G. Давайте посмотрим статус Firefox'a. Браузера Firefox'a. И видим, что у нас есть Firefox, он у нас установлен. InstaLog, вот сколько он занимает места, вот какая у него архитектура и так далее. И вот просто вся информация о нем, от чего он зависит, что он нам предоставляет, что он нам заменяет и так далее. Ну, просто так. Статус его. Можем посмотреть всю информацию о Firefox'a. Маленькая IP, большая IP его удалит, напоминаю. Маленькая IP, это print, напечатает у нас подробную информацию о нашем Firefox'a. Тут она именно говорит нам информацию о пакете, а не о состоянии в системе, поэтому у нас не написано, установлен он или не установлен. Зато внизу у нас есть описание, что это у нас веб-браузер от Mozilla. Таким образом, мы можем, если знаем имя пакета и не понимаем, для чего он, через ключ маленькую IP поглядеть, что это за пакет. Можем посмотреть через большую S, что, какой пакет, точнее даже сказать, в каком пакете находится данная конкретная программа. То есть мы можем посмотреть, например, по Firefox'у и увидим то, что Firefox у нас находится очень много где. Теперь нам проще посмотреть какую-то нам знакомую утилиту, например, есть у нас команда такая list, при помощи которой мы выводим перечень файлов в текущем каталоге. И мы видим, что эта команда list входит у нас вот в такой пакет программ core-utils, то есть такие базовые утилиты, которые входят в состав любого у нас дистрибутива Ubuntu. То есть мы можем посмотреть source-источник этой конкретной программы, большая S. Давайте для того, чтобы поработать с нашим Debian'ом, нам нужен какой-нибудь пакет Debian'овский. Я предлагаю скачать Webmin. Вот у меня уже открыт на него даже ссылка. Давайте, ладно, я с вами пройду от начала до конца. Webmin.com У меня даже есть ссылочка сразу, слэш-даунлоуд. Webmin это у нас такая утилитка, которая позволяет организовать графический доступ к серверам Linux'овым. Нас интересует, видите, здесь много форматов для различных систем. Linux'овый, RPM'овский, Debian'овский. Возьмем нашу родную пока Debian. Видите, точка Debian. И скачаем его. Я, по-моему, его уже качал, но ладно. Давайте я, чтобы вы не ждали. Сейчас я нажму ему сохранить. А он уже сразу и скачался. Возвращаемся сюда. Скачали мы от имени обычного пользователя, поэтому у нас скачался Webmin в папку домашнюю текущего пользователя. Это я у нас. И вот здесь проблема в том, что у меня плохо переключается шрифт в виртуальной машине. Мне нужно наверху переключаться. И даунлоуд здесь не прокатит. Итак, перечень. И мы видим, вот у нас есть два наших Debian'овских файла. Потому что я уже скачивал, поэтому у меня второй скачался в скобочках единичка. Можем посмотреть информацию об этом пакете. Где там я что-нибудь набирал уже. Информация у нас большая i. И пишем Web и дополнение его. All.deb. И видим информацию об этом пакете. Новый пакет Debian, версия 2.0. Описание. Вот такое вот. Ну, я вам так кратко скажу описание. В общем, мы можем установить это на любые Linux и Linux сервера. И у нас тогда разворачивается веб-сервер. И в нем у нас есть админка к базовым службам этого сервера Linux. Увидите DNS, Samba, NFS и так далее. То есть через браузер управляем сервером. Мы это ставить не будем, но просто мы скачали, чтобы посмотреть, как работает с пакетом. Давайте мы возьмем и установим Webmin. Этот наш. dpkg-webmin. Только теперь i маленькая. Установить. И вот он готовит у нас веб-минг установки. К слову сказать, Debian Package не умеет ставить зависимости. Этим он плох. То есть у него есть ключи, которые позволяют ставить зависимости. Но по умолчанию он, когда мы набираем install, он, вы видите, пишет то, что веб-минг у нас зависит от многих пакетов. Но эти пакеты он не ставит. При этом Debian сам он установил. И если мы с вами посмотрим статус пакета веб-минг, тут мы уже можем не писать целиком имя файла. Кстати, как я вам и говорил, видите, название программы, релиз, архитектура, .deb. Так у нас выглядят пакеты в Debian. Можем посмотреть статус нашего веб-мина. И видим то, что веб-минг в системе установлен. При том, что он совершенно не будет работать, потому что нет никаких пакетов, от которых он зависит. Но dpkg его смог установить. Install.Ock. Можем его удалить через обычный remove. Мы еще не настраивали никаких конфигурационных файлов, так что порч нам не нужен. Remove webmin. Удалил. Снова проверяем статус. Webmin.deinstall. Webmin удален у нас. То есть такая у нас стилит Debian Package для работы с пакетами. Не очень удобная, не очень понятная, но для общего развития знать ее надо. И давайте еще посмотрим dpkg. pkg.reconfigure. Переконфигурировать. Можно переконфигурировать любую службу, любую систему, любую настройку. По умолчанию проще всего давайте timezone отредактируем, нашу временную зону, часовой пояс, timezone, data. И вот у нас открывается настройка пакета. Причем вы видите, как мастер такой. Европа, Москва. Все, готово, установили. Таким образом мы можем переконфигурировать многие пакеты на лету при помощи вот этого такого удобного мастера. И еще нам нужно сказать, что у Debian есть свой файл конфигурации, у Debian Package Manager в смысле. В нем нет никаких особенных настроек, но просто для общего развития надо на него глянуть. Вот так он выглядит. В нем нет абсолютно ничего, кроме логов, в которых будут записаны изменения к этому файлу. Апт или Advanced Packaging Tool – это такая более продвинутая утилита работы пакетов с пакетами в Debian и в подобных Debian системах. Причем она иногда может использоваться и в дистрибутивах, основанных на Mandrivo. Мы будем с вами смотреть две утилитки работы с пакетами, которые используют Апт. Это Апт-Гет – это скачивание и установка пакетов. Апт-Кеш – это поиск пакетов. Апт и Аптитут, который больше не идет в Ubuntu по умолчанию, но мы все равно его установим, используется для управления пакетами с функцией такой небольшого графического интерфейса. Кроме того, мы с вами посмотрим конфигурационные файлы Апта, где находятся. И самое главное – разберемся с тем, что такое репозитории и рассмотрим их перечень и формат их перечисления там. Теперь Апт. Давайте я перейду в корень, чтобы эти загрузки не болтались, не мешали нам. Для начала Апт-Гет. Опять же глянем на него с хелпом. У него русскоязычный VT Help. И мы видим, что это простая программа для скачивания установки пакетов. У нее есть свои ключи. Ключи VT пишут целиком, обновить, установить, удалить, тот же самый пурш. То есть, в принципе, то же самое она делает, только у нас здесь по-человечески написаны ключи. Есть огромное количество параметров, но нам для них пока еще рановато. Давайте сделаем Апт-Гет-Апдейт. Это действие обновляет список всех репозиторий. Он проверяет, какие появились новые места, откуда он может скачать обновления. То есть он просто обновляет информацию об источниках обновлений своих. Если мы хотим все-таки поискать обновления системы и установить их, у нас используется Апт-Гет-Апгрейт. И видите, он говорит, что есть каких-то шесть новых пакетов. И мы можем сказать, да, и он их начнет устанавливать. То есть он написал, какие именно пакеты. Я сейчас скажу, ему нет. Я привык нажимать на английском, я снова, поэтому здесь работают и Y, и N тоже. Говорим и N. Не надо пока ничего нам обновлять. Мы можем с вами установить Апт-Гет через ключ Install. Скажем, Gmail Notify. Есть такая простенькая маленькая утилитка, которая говорит нам, если у нас пришла новая почта гугловская. Делает, делает. Пожалуйста. Установил пакет Gmail Notify. Можем удалить обратно этот пакет. Remove. Говорит о том, что у нас освободится место. Удаляем. Вот удалил пакет. Никаких проблем, и работает все намного быстрее и понятнее. Если мы хотим убрать все незадействованные пакеты, например, мы установили какую-то программку, вместе с ней установилась куча зависимостей. Если мы удаляем эту программку, удаляется только она, а зависимости, все ее остаются и могут засорять нам систему. Если мы хотим от всех этих зависимых и более неиспользуемых пакетов избавиться, мы можем с вами сказать Апт-Гет авторемоф. Авторемоф. И он ищет, и видите, нашел, сколько у меня оказывается пакетов. Пусть почистит систему. Я думаю, он это особенно долго делать не будет. Кроме того, что у нас с вами есть Апт-Гет, у нас еще есть с вами Апт-Кэш. Апт-Кэш. Давайте по нему поглядим хелп. Апт-Кэш. Это у нас инструмент для поиска информации о двоичных файлах. У него тоже есть куча команд, ключей, статистика, поиск и зависимости из интересного. И тоже куча параметров. Мы с вами сейчас все-таки изучаем основы такие Линукса, поэтому я вас не гружу полными возможностями пакетов. Это если у меня хватит сил, я буду уже по продвинутому администрированию Линукса делать уроки, и вы тогда сможете посмотреть. Итак, Апт-Кэш. Давайте поищем все пакеты, в имени которых может быть тот самый Gmail. Огромное количество пакетов, в том числе и наш вот Gmail.notify. Есть еще какой-то K-Gmail.notifier. И огромное количество вообще мест, в которых включается Mail. Можем посмотреть конкретную информацию о нашем Gmail.notifier. Gmail.notify. Только не search. Смысл его искать, он его найдет. А show. Показать информацию о этом Gmail.notifier. И он говорит, что есть такой пакет Gmail.notify. Столько он занимает места. Вот такой товарищ его, пожалуйста, произвел. Вот любые архитектуры у него есть. И внизу опять же описание. На Питоне программа, которая нас проверяет наличие новой почты. То есть через show мы можем искать информацию об этом пакете. Можем посмотреть Апт-Кэш. Что-то я решил целиком написать. Depends. Gmail.notify. То есть от кого зависит данный пакет. Мы можем посмотреть зависимости. И видим то, что у нас Gmail.notify зависит от Питона и от Питона GTK 2. От двух пакетов. То есть без этих пакетов он работать не будет. Ему они нужны. У нас они будут установлены. Поэтому он у нас Gmail.notify поставил без проблем. Так бы он их тоже подкачал и установил, если бы их не хватало. И видите зависимости и рекомендации. Рекомендует он любой браузер. Абсолютно. NetSurf. Вы видите. Chrome. Firefox. Все что угодно. Мы можем посмотреть обратные зависимости. Кто зависит от Gmail.notify. Вначале добрается R. Reverse Depends. И видим то, что никто от него не зависит. Потому что это простенькая программка, которая у нас отвечает за проверку информации наличия новой почты. Но мы можем посмотреть что-нибудь посерьезнее. Например, браузер Firefox. Который, конечно, сам по себе тоже не бог весь какая важная утилита. Но может быть от него кто-то зависит. И мы видим, что ого-го, сколько у нас обратных зависимостей. Без него не работает часть LibreOffice. Потому что, собственно, там есть плагин. Без него не работает огромное количество родной ерунды. Вы видите, от Mozilla какие-то части, от всего. Потому что это браузер. И, собственно, всем вот этим товарищам нужны или плагины для браузера, или какие-то компоненты, которые работают только через браузер. То есть Firefox важный такой компонент. Если мы его грохнем, это все не будет работать. Ну или нужно нам поставить другой браузер. Итак, aptitude. aptitude. Больше он, видите, на данный момент по умолчанию и не идет. И поэтому нам нужно его установить. Он даже нам подсказывает, как это сделать при помощи того самого apt-getter. Но вы уже умеете. aptitude. Устанавливаем. И после того, как он установился, мы можем с вами спокойненько посмотреть по нему help. Написать aptitude. Do a defisa help. И видим то, что, в принципе, это такая же программа по управлению пакетами, как и наш apt-get и apt-cache. Те же самые команды делают все то же самое. За исключением того, что у нас здесь есть графика. И мы можем написать с вами aptitude. И у нас откроется вот в таком виде графическая информация. Мы можем с вами зайти, например, в неустановленный пакет и что-нибудь установить. Я люблю свой редактор Vim. Вы видите, у нас есть три версии архивов. Я сейчас, когда дойду до репозиторий, я вам расскажу, что это значит. Зайдем в главный архив. И выберем, что мы хотим. Вот мой родной Vim, то есть Vimproved. Чтобы выбрать пакет для установки, мы должны нажать плюсик. Нажимаю плюсик. И если я больше ничего не хочу устанавливать, нажимаю букву G. Вы видите, наверху написано загрузка, установка, удаление пакетов. Нажимаю G. Нажимаю G. И пошел процесс. Распаковывает, устанавливает, скачивает со всеми зависимостями все, что ему нужно. Нажимаю Enter. И снова я оказываюсь здесь. Могу зайти, например, в установленные пакеты, в редакторы, в главный архив. И вижу, что у меня, помимо тех редакторов, которые были, появился теперь еще и Vim. Чтобы выйти из этого графического режима, используем Q. Вышли из aptitude. Теперь важный момент. Репозитории. То есть места, где у нас хранится вся информация о пакетах, которые мы можем использовать. Откуда мы можем скачивать обновления и сами пакеты. То есть как в Windows у нас есть центральный узел обновлений Windows Update. У линуксовых операционных систем тоже есть свои узлы обновлений. Как родные, так и сторонние. Но в принципе и в Windows и программы можем обновлять со стороны. Например, тот же самый Acrobat мы обновляем, соответственно, через Acrobat. Итак, давайте глянем. Теперь у нас уже есть наш родной Vim. Через него файлик. Вот в таком виде выглядят у нас, собственно, репозитории, которые подключены. То есть хранилище пакетов. У нас есть пакеты обычный депп и деппсурс, где лежат исходники файлов. Затем у нас есть адрес в интернете. Вы видите ссылка. Причем есть наверху описание каждых вот этих архивов. Для чего они нужны. После чего у нас идет, как правило, описание дистрибутива. У нас вы видите Ubuntu версии 14.04 Trusty.tar. Поэтому и здесь написано Trusty. У нас все здесь для Trusty в этом файле. Затем у нас есть несколько видов таких репозиториев. В Main у нас лежат основные пакеты, которые не требуют никаких сторонних пакетов. И эти пакеты являются официально поддерживаемым программным обеспечением от производителей Ubuntu. Есть у нас пакеты, которые называются Restricted. Есть у нас Restricted. И есть у нас еще Contrib. Если мы их найдем ниже, то Contrib уже больше не используется. Значит Restricted это пакеты, которые содержат в себе частично свободное программное обеспечение. У нас несколько другая тема. Но нужно сказать то, что вы знаете, Linux у нас в принципе это свободно распространяемое программное обеспечение. А есть еще программное обеспечение частично несвободное. То есть программное обеспечение, которое может быть запрещено, например, для использования в определенных странах. Или допустим в коммерческих целях. Вот такое не полностью свободное ПО это у нас Restricted. То есть у нас вот этот вот архив используется для полностью свободного и для частично свободного программного обеспечения. Есть еще, вы видите, Universe. Universe это у нас дистрибутивы, которые управляются сообществом Ubuntu и официально не поддерживаются. Тем не менее есть у нас энтузиасты, огромное количество вообще людей, которые поддерживают Linux. И вот тут могут храниться пакеты от вот таких вот поставщиков программного обеспечения. Тут видите, написано все это. Universe мы с вами посмотрели. Есть Multiverse. Multiverse. Multiverse или Non-Free это в принципе программное обеспечение, которое не соответствует в принципе политике свободного программного обеспечения. Видите, наверху написано то, что полностью не поддерживается команда Ubuntu. Тем не менее, вот оно здесь есть как архивное. И вот есть еще тоже парочку архивных бэкпортов. Это программное обеспечение, которое нужно для обратной совместимости с предыдущими версиями. И есть какие-то архивы для безопасности. Ничего нам не мешает дописать сюда свои репозитории. То есть, в принципе, для этого есть отдельная команда. Через командную строчку мы можем дописать, а можем просто отредактировать этот файл. Я нажал букву A латинскую, вошел в режим ставки. И могу написать что-нибудь. Вот здесь вот через решетку я пишу какой-нибудь комментарий. Мой личный репозиторий. И в таком же формате могу написать. Debt. HTTP. Ну, какой-нибудь сайт, где я буду что-нибудь хранить. И могу написать тоже то, что это для текущего дистрибутива Ubuntu. Ну, и в принципе достаточно. Могу сказать, что это у нас пакет Multiverse. Здесь будет обновляться какой-нибудь. Вообще это нужно для того, чтобы использовать обновление какого-нибудь программного обеспечения, которое по умолчанию у нас не обновляется в составе самого Ubuntu. Например, я очень часто ставлю какие-то программки на Linux, которые зависят от Java. И Java сама обновляться не будет. Нужно ей прописать репозиторию обновлений сначала. Нажимаю Escape. Две большие буквы Z для обновления. И теперь, если я хочу обновить, например, систему через apt-get-update. Она пойдет обновляться. То есть она обновляет информацию о репозиториях. Ищет новые пакеты, соответственно. И она сейчас, видите, упрется в последний мой сайт, который, в принципе, отсутствует. Его нету и там нет никаких обновлений. Поэтому в конечном итоге она даст нам ошибку. Но, видите, уже прописалась. Разобрали систему управления пакетами мы с вами в Ubuntu. Следующая тема у нас будет разбор пакетов Red Hat Package Manager. Вас я попрошу подписываться на канал и побольше народ туда затаскивать, чтобы это имело какой-то отзыв. Будем знания распространять, продолжать бесплатно, пока они актуальны. Спасибо, что смотрели. Всего вам хорошего.